Всем привет. Смотрите как восстановить данные с NAS устройства от фирмы Synology модель DS415. Как вернуть файлы из сетевой корзины и как ее активировать. Как достать файлы с дисков нерабочего NAS и восстановить данные после неудачного переноса со старого устройства на новые. И как восстановить информацию с разрушенного RAID массива. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. Сетевое хранилище NAS это сервер, который позволяет организовать хранение вашей информации и взаимодействовать с ней по сети. RAID массивы на основе NAS довольно популярны, так как данное сетевое хранилище является экономным, надежным, легкодоступным решением хранения информации среди малых предприятий и частных лиц. Но, как и любые другие устройства для организации хранения информации и конфигурации RAID массивов, подвержены сбоям и человеческому фактору. Случайное удаление, аппаратные и программные сбои, неправильная настройка и т.д. может повлечь за собой утерю важной информации. И это не зависит от того, на каком уровне RAID организовано хранилище. В результате сбоя NAS больше не будет предоставлять доступ к хранилищу. Таким образом, чтобы достать информацию с NAS потребуется специализированный софт для восстановления. А в случае случайного удаления файлы можно попытаться восстановить и сетевой корзины. Далее в видео мы разберем как это сделать. Сперва давайте рассмотрим случайное удаление. Если ваш NAS работает и сетевой диск доступен, но вы случайно удалили данные с диска, их можно попытаться восстановить из корзины. Первым делом посмотрите активирована ли эта функция на вашем устройстве для той папки из которой были удалены данные. Для проверки откройте панель управления, папка общего доступа. Найдите нужную папку, выделите ее и нажмите редактировать. Здесь должна стоять отметка напротив опции включить корзину. Если данная опция включена, откройте файловый менеджер вашего NAS устройства. Перейдите в папку корзины. Найдите файлы, которые вы случайно удалили. Кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите скачать. Или копировать переместить. И укажите каталог где его сохранить. Окей. После перейдите в данную папку и проверьте наличие файла. Вот так можно вернуть случайно удаленный файл с корзины NAS. В том случае, если для этой папки до момента удаления данных функция корзины была отключена, для восстановления вам потребуется специализированный софт. Hetman Raid Recovery поможет решить данную проблему. Извлеките накопитель из NAS устройства и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Запустите программу. Кликните правой кнопкой мыши по накопителю, с которого были удалены файлы и нажмите открыть. Выберите тип анализа и дождитесь его окончания. Откройте найденный раздел. Удаленные файлы будут отмечены следующим образом. Перейдите в папку с которой была удалена информация. Найдите файлы которые нужно вернуть. Выделите их и нажмите восстановить. Укажите папку куда их сохранить и еще раз восстановить. На этом процесс восстановления окончен. В случае аппаратного или программного сбоя, неправильной настройки нас хранилища, неудачного переноса данных и других ситуаций, после которых пропал доступ к сетевому диску, или был поврежден RAID массив, также нужно извлечь накопители и подключить их к компьютеру с операционной системой Windows. После запуска программа в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный RAID. Если после загрузки вам будет предложено инициализировать диски, ни в коем случае не соглашайтесь, так как это может их затереть. Hetman RAID Recovery это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, включая системы NAS. Найдет информацию необходимую для восстановления, такую как начальный сектор RAID, размер блока, количество и порядок дисков. Утилита имеет автоматический расширенный механизм сканирования, предназначенный для обнаружения и восстановления данных NAS в различных сценариях потери данных. Благодаря автоматическому механизму сканирования утилита просканирует диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Внизу отображена информация о RAID массиве, проверьте правильно ли удалось программе ее определить. Кликните по диску правой кнопкой мыши, открыть. Выберите тип анализа и запустите сканирование. Программа проанализирует диски и по завершении отобразить их содержимое. Как видите программа нашла все данные которые лежали на дисках массива. Отметите которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь куда их сохранить. По завершении процесса восстановления эти файлы будут лежать в указанной папке. Теперь давайте разберем как восстановить информацию с гибридного RAID Synology. Synology Hybrid RAID это автоматизированная система управления RAID, разработанная, чтобы упростить управление хранением данных и удовлетворить потребности новых пользователей, не знакомых с типами RAID. Для создания тома с оптимальной емкостью и производительностью, гибридный RAID может объединять диски разного размера. При этом расходуется меньший объем диска, а само хранилище становится более гибким. При наличии достаточного количества дисков, этот тип RAID обеспечивает избыточность одного или двух дисков. Это значит, что том такого массива обеспечивает работоспособность и сохранность информации при сбое одного или двух дисков. Данный тип RAID имеет свою структуру хранения данных, которую поддерживает малое количество программ для восстановления данных. Headman RAID Recovery поддерживает восстановление данного типа RAID. Для восстановления извлеките диски из NAS устройства и подключите их к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Сразу же после запуска программы вы увидите, что она в автоматическом режиме определила тип гибридного массива и правильно отображает всю информацию о данном RAID. Кликните по массиву правой кнопкой мыши, чтобы его открыть. Выберите тип анализа, запустите его и дождитесь завершения процесса. Как видите, вся информация, которая осталась на диске доступна для восстановления. Программа нашла даже удаленные файлы. Они имеют соответствующую отметку. Здесь доступен предпросмотр файлов, что очень удобно при поиске нужных фото, видео или документов. Выделите те, которые нужно вернуть и нажмите восстановить и укажите путь, куда сохранить файлы. В зависимости от типа массива программа способна вернуть данные с RAID даже без одного или нескольких недостающих дисков. В устройствах NAS RAID массивы делятся на несколько видов. RAID с операционной системой и RAID с данными. RAID с операционной системой – это когда на массиве дисков устанавливается операционная система для управления данными NAS. В RAID с данными на массиве дисков хранится только информация, а операционная система устанавливается на отдельный накопитель. Hetman RAID Recovery поддерживает оба вида таких массивов. В результате вы увидите один диск с операционной системой устройства и второй диск с данными. При повреждении диска или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива, вы сможете сделать это вручную, с помощью RAID конструктора. Откройте конструктор. Здесь выберите пункт «Создание вручную». Затем укажите всю известную информацию в вашем массиве. Тип RAID, порядок и размер блоков. Добавьте диски, из которых он состоял. И с помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, нажав по плюсу. Как правило, правильно смонтированный RAID будет иметь хоть один раздел. Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Указав правильные параметры, жмем добавить. После чего RAID массив появится в менеджере дисков. Для восстановления анализируем только что добавленный массив. Ищем файлы, которые нам нужны. Выделяем их. И восстанавливаем. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно и помогло вернуть утерянные данные. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.